Военный аналитик Ян Матвеев. Ян, добрый вечер. Ух, такой день сегодня за всеми нами. На ваш взгляд, что это было? Почему Евгений Пригожин повернул назад и отправляется вместе с колоннами вагнеровцев, которых на самом деле никто не видел? Ни разу они не попали ни на одно из видео. Отправляется куда-то назад в некие полевые лагеря. Добрый вечер. Ну, видимо, договорились. Я далек все-таки от мысли того, что это была сознательная какая-то постановка или Пригожин заранее шел именно на договоренность. Я думаю, он рассматривал ее как одну из опций и, видимо, получил нечто довольно существенное, потому что понятно, что он не может не знать, какой риск теперь есть у него. Естественно, Путин все, что произошло, просто так простить и проглотить не может, и Пригожина могут убить, по сути. Такая угроза над ним теперь будет, наверное, до конца жизни Путина самого, до конца, пока он у власти и имеет возможность приказать убить Пригожина. Даже если Пригожин будет продолжать выполнять его приказы путинские, все равно такой риск будет всегда сохраняться. Ну, видимо, Пригожин решил, что это приемлемый для него риск в обмен на то, что ему там пообещали. Ну, а что именно, мы, наверное, узнаем. То, что пока там заявляют всякая такая типа неприкосновенность для вагнеровцев, и все это только верхний слой должны были дать что-то куда существеннее. Ведь того, чего требовал Пригожин, вот именно открыто, он не получил. То есть никто Шойгу, Герасимова никуда не девал, как минимум, да? А уж если там смотреть и дальше тоже с коррупционерами, врагами России, тоже никто не разбирался, и разбираться, конечно, не будет. Поэтому посмотрим. Некоторые сейчас пишут о том, что надо все-таки дождаться сначала, пока Пригожинцы уйдут в свои эти лагеря, потому что, а кто его знает, может быть, тут какой-то двойной обман скрыт. Ну, я не совсем придерживаюсь этой точки зрения. Мне кажется, они все-таки действительно уйдут. Вот как раз сейчас можем посмотреть кадры, которые уже появились, как Пригожинцы разворачиваются и уходят. Непонятно, в лагеря уходят, в полевые или куда-то в другие места, но видим, вот как колонны выходят, выезжают. Означает ли то, что Пригожинцы сейчас увозят колонны своих бойцов и технику с территории России на некие другие зимы территории, оккупированные Российской Федерацией в Украине, что ЧВК Вагнера продолжит бороться против Украины на территории этой страны? Я думаю, это наиболее вероятный сценарий. Да, говорят о том, что могут отправить Пригожину, ну, сам он уедет в Африку и будет там существовать, но я думаю, что тогда он не сможет сохранить такое вот большое ЧВК Вагнера, которое есть сейчас, а нынешнее положение ему явно нравится, ему нравится иметь собственную большую частную армию, и чтобы ее сохранить, он должен будет именно воевать в Украине, и я думаю, он вернется. Просто вот он выторговывал, как и раньше, себе какие-то очень такие хорошие условия, и в этом торге буквально пошел ва-банк. То есть, если раньше он записывал обращение, там, угрожал уйти из Бахмута, вот это вот все, то теперь он прям пошел совсем-совсем ва-банк, действительно рисковал, вряд ли это был тонкий какой-то прям стопроцентный расчет, но вот в итоге, видимо, получил, чего хотел. Вот мы сейчас слышали его объяснение, там прозвучали такие слова, значит, что, а сейчас я останавливаю войска, разворачиваю, потому что кровь русская может пролиться. То есть возникает у меня, например, вопрос, ну, во-первых, когда ты выдвигался там с этими колоннами, всеми до Москвы, ты же должен был предполагать, что кровь может пролиться, тебя это не смущало. Видели сегодня, как падает самолет, правда, не видели, непонятно, самолет этот падал, был там внутри летчик или катапультировался, но если летчик, например, внутри был и погиб, то можно говорить, что она уже пролилась, эта кровь, и это не смущало Пригожина. Тем не менее, весь день мы наблюдали такую картину, мы следили за тем, как колонны двигаются, считали километры, все считали, сколько вот осталось до Москвы, в то же время эксперты говорили различные, что, ну, теоретически-то у Минобороны хватило бы сил просто с воздуха уничтожить эти колонны, но мы не наблюдали какой-то такой активной деятельности со стороны Минобороны. То есть, как вы считаете, весь этот день, пока двигались колонны Вагнера в сторону Москвы, шли какие-то переговоры, и, собственно, изначально Пригожин, он, в общем-то, и затеял это все для того, чтобы не дойти до Москвы, а дойти до переговоров и получить то, что хотел? Вполне вероятно, вполне вероятно. Ну, понятно, что в голову Пригожина я залезть не могу, может быть, он рассчитывал на начало гражданской войны, хотя, конечно, все это надо, опять-таки, рассматривать через призму того, что Пригожин системный человек, он и деньги зарабатывает через контракты с Минобороны, и существует в связях с Минобороны, его частной армии, и с Путиным они были какое-то время, можно сказать, близки, знакомы точно, и он его и обслуживал. Но значит ли это, например, что сейчас Путин пойдет ему навстречу и снимет Шойгу, потому что, как мы помним-то, главное требование Пригожина было отдать им Шойгу и Герасимова. Да, мне на самом деле казалось, что все закончится, весь поход Пригожина изначально в Ростове, и вот там как раз и произойдет вот эта вот отставка Шойгу, ну, потому что очевидно, что если у тебя целая армия небольшая смогла войти и занять крупный российский город, областной центр, да, ну, большой город, на самом деле, Ростов-на-Донута, то явно командующий армией профнепригоден. И под эту лавочку легко можно было бы Шойгу все-таки наконец снять. И я думаю, Путин прекрасно знает о том, что все недовольны Шойгу, но мы же помним, что Путин с Шойгу тоже большие друзья, и тут вопрос, насколько большие, то есть он же и в тайге там с ним развлекался, и все остальное, постоянно они там вместе и на отдых ездили. Может быть, ну, понятно, что для Путина вопросы дружбы, там, вот этих вот каких-то близких отношений, они гораздо важнее там рабочей эффективности, там, неподкупности, там, честности и так далее. Поэтому, может быть, Шойгу там его главный друг личный Путина, и поэтому, конечно, он защищен от любых каких-то таких вот вещей, и никогда он снимать его не будет. То же самое, может быть, касается и Герасимова, потому что Герасимов такая очень темная фигура, он не очень публичный, и, казалось бы, его тоже можно было бы заменить, тем более его проще заменить, все-таки Шойгу там, ну, министр целой обороны, а этот, ну, просто, да, высокий, важный командующий, ну, заменили бы и заменили, тем более он там возрастной, там, ну, можно было бы что-то придумать, но тоже не меняет Путин, как вот очень упрямо. И даже за время, да, войны он его даже повысил, по сути, да, если именно брать в отношении военных действий, сделал, по сути, командующим всей своей вот этой СВО. То есть, тоже, может быть, есть какие-то близкие отношения Путина с Герасимовым, и вот на этом все и завязано, поэтому он и не может, и не хочет их никуда, конечно, убирать, хотя такое решение было бы, ну, довольно простым. Ну, интересно, действительно, полетят ли какие-то головы, потому что сегодня утром в Ростове Пригожин встречался с замминистра обороны России Евкуровым, и замначальника генштаба Алексеевым, ну, и те слова, которые там прозвучали, прозвучали со стороны Алексеева, когда он сказал, да забирайте Пригожина, забирайте Герасимова, наверное, все-таки это как-то может сказаться... Шойгу не поможем. Забирайте Шойгу. Спасибо за исправление. Забирайте Шойгу, забирайте Герасимова. Ну, невозможно прокрутить фарш назад, невозможно эти слова отменить, они прозвучали. Скорее всего, как-то это скажется на отношениях внутри российской армии. Что мы узнали за прошедшие сутки, на ваш взгляд, о состоянии российской армии, российского государства? Ну, я еще добавлю к вашим словам, что невозможно отменить слова Путина, который заявил, да, объявил Пригожина изменником, по сути, хотя он так тоже в своей манере хитро, да, он не назвал его имя, фамилию, поэтому чисто теоретически, как в анекдотах про Штирлица, всегда может отмазаться, но все все понимают, понятно. И это тоже как бы очень такое важное последствие. Ну, а что мы увидели? Во-первых, мы увидели, что внутри России нет боеспособных подразделений именно российской армии, да, ни силовиков, ни внутренних войск легковооруженных, а именно армии регулярной, нет никакой там бригады, даже которая бы охраняла Москву, скажем, ну, или их не выдвигали, но тоже тогда непонятно, почему их не выдвигали вперед, а перебрасывать с дальнего расстояния либо не стали, либо не успели. И вот возникают в связи с этим вопросы, а вообще прикрывают ли российскую территорию, российские войска, хоть как-то? Или, скажем, завтра украинская колонна сможет так же доехать до Москвы, как доехала, по сути, Вагнеровская? Что им мешает повторить этот поход просто немножко по другим дорогам, скажем, через Белгородскую или Брянскую области? Ну, вот есть вопросы. И даже если украинцы этого делать не будут, а, скорее всего, они, конечно, этого делать не будут, все равно эти вопросы будут волновать умы в том числе зет-патриотов и сторонников войны. Точно так же, как их волнует вопрос, а где российское ПВО? А где российский флот? А почему все так плохо? Ну, вот теперь еще и вот этот вопрос прибавился. Если там с Белгородской области еще можно было тоже как-то отмазаться, сказать, что ну это только на границе, ну это там ерунда и все такое, то тут, как бы, простите, целая небольшая армия буквально дошла до столицы за день без какого-либо сопротивления. Ну, это прям серьезный удар по авторитету какому-то еще оставшемуся, да, российской армии и всего российского руководства. Яна, еще такой вопрос появляется. Насколько то, за чем мы сегодня наблюдали, но часто наблюдали, на самом деле, по текстовым новостям, которые появлялись в разных телеграм-каналах, а не по фотографиям и не по видеоматериалам, могло быть блефом со стороны Евгения Пригожина. Заявлял Евгений Пригожин вчера, что 25 тысяч вагнеровцев отправляются с ним в марш справедливости на Москву. При этом те группы, которые мы видели в Ростове, гораздо меньше. Те группы, которые мы видели по дороге на Москву, не на всех участках, не во всех регионах, через которые вагнеровцы теоретически могли бы пройти, но были гораздо менее численными. Насколько вот этот огромный масштабный поход, кровавый, как казалось, который к вечеру мог превратиться в мясорубку на подходах к Москве, был таким виртуальным походом, который во многом проходил в телеграм-каналах, а не в реальности? Ну, сам-то поход, естественно, был, и колонны были. Количество солдат я все-таки, наверное, оцениваю в тысячи, то есть больше одной тысячи человек точно там было, судя по количеству. Да, возможно, были преувеличения, но у них было много вооружения, они везли там несколько танков, БМП и зенитные комплексы. Собственно, интернет интернетом, но шесть вертолетов-то в итоге было сбито, и самолет. И как бы это уже тоже никуда не вернуть назад. И вот к слову, да, о том, что Пригожин сказал, что вот мы не хотим, чтобы русская кровь проливалась, так а пилоты вертолетов, экипажа вертолетов. А что, скажем, тоже вопрос такой к Пригожину, когда показали вот это вот фейковое, теперь уже, наверное, можно утверждать, что полностью, что фейковое видео с якобы ударом по вагнеровскому лагерю. Он же тогда записал такое очень эмоциональное аудио, где заявил, что вот, значит, там, я сейчас боюсь вспомнить, но, по-моему, сотни, да, вагнеровцев погибли, значит, мы отомстим за кровь своих товарищей. Ну, вот, в итоге, как казалось, видимо, никаких товарищей, никакой крови-то и не было. Вот, и все это было... Или жизнь товарищей в данной ситуации не настолько важна, чтобы сейчас брать их во внимание. Возможно, что какое-то сделали предложение, от которого, собственно, Пригожин не смог отказаться. Я просто маленькое добавление сделаю. Может быть, кто-то там думает, что это какие-то там товарищи, непонятные бандиты. Они, может быть, и бандиты, но вообще-то они тоже русские граждане, российские, да. То есть, когда Пригожин говорит, что кровь российских граждан не прольется, то все, кто участвовал в этих столкновениях со всех сторон, и если, да, Пригожин позиционирует себя как человек, который говорит правду, да, мы, конечно, этому не верим, но все-таки, да, и в его заявлении звучало изначально то, что погибло много вагнеровцев, так а вагнеровцы, они кто? Они такие же граждане России. Вот. То есть, в итоге кровь российских граждан-то проливалась. Ну что ж, посмотрим. И этот вопрос тоже непонятно, как они замнут. Посмотрим, как будет развиваться дальше эта ситуация. Есть ощущение, что это все-таки еще не конец этой истории. Спасибо за ваш комментарий. Российский военный аналитик Ян Матвеев был гостем нашего эфира.